Сразу после известия о трагедии, ярославцы стали предлагать пострадавшим людям помощь. Добровольцы объединялись в группы в интернете, приходили в ДК судостроителей, где был организован мобильный штаб, и предлагали свою помощь. Какая помощь нужна и кому? Поговорим с руководителем Ярославского областного фонда милосердия и здоровья Светланой Лягушевой. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро, Светлана Николаевна. Расскажите, пожалуйста, какая помощь сегодня требуется пострадавшим? Мы знаем, что многие ярославцы очень хотят эту помощь оказать, но все-таки хотелось бы какого-то конкретного понимания, что нужно. Во-первых, мы должны с вами оценивать и ту трагедию, которая произошла в Ярославле, и те меры помощи, которые сегодня этим жителям, пострадавшим в результате обрушения дома, требуются. Там не произошел пожар, поэтому практически все вещи жителей первого, второго, третьего подъезда, они остались целы. Сегодня мы говорим о жителях четвертого подъезда и о тех квартирах, которые примыкают к этому подъезду, где, может быть, частично произошла утеря вещей. Наверное, сегодня неправильно будет, если ярославцы начнут приносить все то, что они считают необходимым для жителей. Существует штаб, который располагается по месту приживания 65 ярославцев, которые проживают у нас с вами в гостинице «Котрасль». Со всеми из них побеседовали психологи. Штаб там же находится. Штаб находится там же. И туда же приезжают те люди, которые пострадали, но проживают или у родственников, или у друзей в городе Ярославле. Вот этот центр, мозговой центр, там психологи, там социальные службы. Все те, которые непосредственно занимаются этими семьями. Вся потребность, которая на сегодняшний день будет существовать, она вся будет поступать к нам в фонд, и мы будем конкретно знать, сколько, допустим, нам нужно женских курточек такого-то размера, сколько нужно будет головных уборов, сколько нужно будет зимней или весенней обуви и для какого возраста детей. Большинство предметов, именно вот одежды, там обуви, в фонде «Милосердие» есть. На сегодняшний день у нас есть и средства ухода, и средства гигиены, и этим мы всем можем обеспечить. Те люди, которые сегодня проживают в гостинице, они, конечно, благодаря и правительству Ярославской области, и мэрии города Ярославля, они обеспечены всем необходимым. То есть у них есть крыша над головой сегодня, трехразовое горячее питание организовано. Вот мы готовы предложить уже сегодня и канцелярские товары, и школьно-письменные товары для детей, если есть такая необходимость. Вот буквально, ну, то есть вчера вечером мы разговаривали и с сотрудниками штаба, и с заммэра города Ярославля Волкова Еленой Борисовны, чтобы обязательно выяснили конкретные потребности жителей, которые мы с вами обязательно готовы исполнить. На сегодняшний день, я думаю, что в первую очередь это сбор благотворительных пожертвований, потому что предстоят серьезные денежные затраты для тех, кто остался без крова. Потому что мы прекрасно с вами понимаем, что выплаты, которые идут со стороны государства, они будут произведены, которые будут от Ярославской области, все будет выполнено в срок. Но вот там, где может помочь наша с вами гражданская ответственность, наверное, даже чувство сострадания и милосердия, это обязательно нужно выполнить. И сегодня вам не нужно приходить именно там и караулить где-то эти семьи, встречать и оказывать, ну, то есть лично вам помощь. Вы найдите те, ну, то есть способы, которые помогут вам сделать эти добрые дела. Можно выйти на сайт правительства области, там размещены реквизиты нашего фонда. Можно в интернете набрать Ярфонд, и вы увидите Ярославское областное отделение общероссийского благотворительного фонда, российский фонд милосердия и здоровья. Там есть и короткий номер, на который уже поступают денежные средства. Там есть благотворительный расчетный фонд, счет фонда милосердия и здоровья с пометкой как раз для пострадавших в результате обрушения жилого дома в городе Ярославль 16 февраля 2016 года. Скажите, пожалуйста, а нужна ли какая-то волонтерская помощь? Вот самое, что я хочу сказать, что вот первую, то есть вот помощь нам предложили как раз вот наши волонтеры. Они первые пошли сдавать кровь для тех, кто находится сегодня на лечении в Соловьевской больнице. Это они предложили услуги свои по транспорту. И вот эти все предложения мы сразу же передаем в штаб. Как только возникает в чем-то потребность, сразу же идет отдача. Потому что нельзя часами стоять под дверью, понадобится транспорт или не понадобится. А вот по заявкам оно уже начало работать. У меня еще вот такой вопрос к огромному сожалению. В жизни их людей часто случаются трагедии. И люди хотят помочь, предпринимают какие-то меры, создают в социальных сетях группы, собирают деньги, что-то еще. Вот какие-то рекомендации, иногда действуют просто неправильно. Какие-то рекомендации общие, что первым делом нужно сделать при желании помочь. Я думаю, что я не могу никого осуждать, какие бы они не выбрали способы, ну то есть меры для оказания помощи. Но просто хочу предупредить, что если человек на свою карточку собирает денежные средства на любое дело, он должен знать, что он с этих сумм, поступивших на его счет, обязан заплатить государству 13%, то есть налог, тот от которого он не освобожден. Вот почему собирают через благотворительные организации, через благотворительные фонды, потому что мы освобождены от этого. Мы работаем по федеральному законодательству и мы имеем право это делать. Поэтому и правительство Ярославской области, ну мы совместно работаем и с городскими структурами, и с муниципальными образованиями. Светлана Николаевна, огромное спасибо, что поделились с нами этой информацией. Мы уверены, что теперь ярославцы будут просто больше знать о том, как помочь близким и тем, кто пострадал в этой трагедии. Я напомню, что у нас в гостях была руководитель Ярославского областного фонда «Милосердие и здоровье» Светлана Лягушева. Ярославского областного фонда «Милосердие»